Их там есть, Георгий Явлинский блок. Их не было весной 2014 года в Крыму, их не было уже 4 года на Тонбассе, их нет в Сирии, их нет в Цар, в Левии и в Сударе. Зато, похоже, есть в Гааге. Так называемые ветераны военных конфликтов, в кавычках, известные также как отпускники, добровольцы, ополченцы, а на самом деле обычные солдаты удачи, то есть боевики-наемники из российских частных военных компаний, намерены обратиться за защитой своих прав. Не куда-нибудь, а в Международный уголовный суд МУС, в Гааге. Ветераны нелегальных вооруженных формирований, планируют добиваться официального признания и статуса, полагающихся выплат, мышу, льгот и тому подобное от российского государства, которое, отправляя их на войну, отказывается признавать их присутствие в зарячих точках и, как результат, брать на себя какую-либо социальную и финансовую ответственность за них. Крывая потери, погибших часто даже хоронят под безымянными плитами. Судя по заявлениям, такое положение дел и их там нет, больше не устраивает, и они намерены настаивать на расследовании международными организациями секретных военных миссий в Сирии, в Украине и в Африке. «Мы здесь есть», пишут они в Гаагске Муз, членом которого Россия, кстати говоря, не является, и под его юрисдикцы не попадают. В проекте обращения говорится, что российское государство, не признавая участников конфликтов в Донбассе, Сирии и Африке своими, фактически вводит, в кавычки открываются, гражданских лиц заблуждений, закрываются кавычки, целью незаконного использования военных целей. «Все это предполагается обсудить на неком форуме ветеранских организаций 18 ноября в Москве. Однако в Кремле настаивают, что их нет не только там, но и здесь. Мы не знаем, о каких ветеранских организациях вы говорите. Ничего не могу сказать по этому вопросу», заявил на днях пресс-секретарь президента России. Тем временем, в ряде так называемых прибоженских СМИ уже две недели пытаются дискредитировать организатора этого действия, ветерана их там нета, Евгения Шабаева. Он больше не боевой товарищ, а провокатор и паразит, поскольку по информации так называемого Федерального агентства новостей подготовил обращение к прокурору Международного уголовного суда с призывом «возбудить уголовное дело на основании статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта «Насильственное исчезновение людей». Примечательно, что именно Шабаев был среди тех, кто подтвердил массовую гибель российских граждан в Сирии в феврале этого года. Тогда в ходе боев в районе насильственного пункта «Дейр Эйр Энс Сенсор», согласно свидетельствам очевидцев, погибло свыше 200 служащих ЧВК из России. 12 февраля был направлен официальный запрос Путину о случившемся. Не сложно догадаться, что ответа не последовало. Летом в Центральной Африканской Республике были убиты трое российских журналистов, снимавших документальный фильм о деятельности ЧВК в Афе. Некоторое время назад российские власти в один голос опровергли информацию о переброске российских военных в Ливи. А уже чуть ли не на следующий день российский бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя в СМИ связывают с ЧВК Вагнера, фабрикой троллей и поставкой продуктов на кухню Сремля, открыто участвовал во встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хавстаром в Москве. Появление повара на встрече высокопоставленных военных чинов власти объяснили незатейно. Пригожин якобы организовывал в Минобороны Российской Федерации официальный обед для глав военных ведомств России и Ливии. А также принимал участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации. Видимо, в культурную программу входило представление руководителя отпускников в кавычках, отдыхающих в кавычках в Ливии. Понятное дело, для дестабилизации такой страны, как Ливия, достаточно поддержать одну из воюющих группировок. Это позволит устилить и одновременно контролировать поток беженцев из Северной Африки, то есть контрабанды людей в Европу, где политические партии выигрывают и проигрывают выборы только из-за отношения к мигрантам. Этого хватит, чтобы вновь раскачать политические качели. Такой аргумент для европейских столиц, надеясь в Москве, окажется весьма убедительным. Попытки обращения военных наемников в международные организации требовали заставить российские власти, которые, между прочим, их наняли, обучили, вооружили и тайно отправили воевать, признать их, а также участие рестораторов в геополитических переговорах наравне с министром обороны и начальником генерального штаба, как и все последние истории с героем и групп, свидетельствуют о глубоком критике. Все это наглядно демонстрирует, как на самом деле функционирует государство мафия. Частная военная компания в России, в стране, где полностью отсутствует общественный и гражданский контроль за коррумтированным государством и политически значимые независимые СМИ, где нет разделения властей, но есть избирательный подход к соблюдению законов и зависимые суды крайне противоречивые и опасные явления. В конкретных условиях разрастания наемнического бизнеса в России под прикрытием государства и при абсолютной информационной закрытости ведет к быстрому формированию, закреплению и усилению неконституционного, но очень опасного института. Эта силовая структура, по сути, незаконное вооруженное формирование, которое сможет использовать кто угодно при наличии денег и склонности к авантюрам в каких угодно целях, как за границей, так и в некоторой стране. Неудивительно, что деятельность этих структур в России до сих пор законодательно неопределена и не регулируется. Нет сомнений, что юридический вакуум и путаница поддерживается намеренно для удобства ведения так называемых гибридных операций и войн, чтобы снять с государства ответственность как за действия служащих частных военных компаний, так и за их судьбу, бытка гибель или попадание в плево. Нечастность государства к процессу создания и развития негосударственных вороны, формирований, неформальное сращивание государственных и негосударственных силовых структур приводит в новое качество всю государственную систему. Если с 1990 годов и до сих пор ключевой проблемой России была фактически неразделенность власти собственности крупного бизнеса, то теперь в эту систему включается автономный силовой элемент, выращенный за последние годы при государственном участии на государственные деньги и используемый в частности в ходе скрываемой от общества нелегального ведения боевых действий в Сирии и Украине. Это имеет множество разных последствий расыно-этических политических международных военных. Но помимо этого создание в России гибридных официально непризнаваемых неформальных вооруженных формирований имеет ключевой внутриполитический аспект это явная и значительная угроза безопасности внутри страны. Продолжение следует... Продолжение следует...